Украинская морская партия Сергея Кивалова Исполком городского совета одобрил проект генерального плана 31 марта в Одессе стартует пятая юбилейная комедиада Инициативу ведения миротворцев Украина внедряет сразу в трех направлениях Консультации проходят в Организации Объединенных Наций Евросоюзе и с влиятельными государствами мира Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба Он отметил, пока никаких конкретных решений по этому вопросу нет Мол, пока речь идет только о формате миссии Напомним, Киев просит Совбез ООН и Совет ЕС развернуть на нашей территории международную операцию по поддержанию мира и безопасности Конгресс США призвал Барака Обаму начать поставки летального оружия в Украину Резолюцию, которая носит рекомендательный характер, поддержали 348 парламентария, впротив, высказались 48 По мнению авторов документа, предоставление Киеву оружия позволит увеличить возможности украинского народа для защиты суверенитета В Госдепартаменте США ранее заявляли, что не видят военного пути разрешения кризиса на востоке Украины Американцы уже помогали Украине бронежилетами, средствами связи, армейскими сухими пайками и медицинским оборудованием Статус участника боевых действий уже получили более 22 тысяч человек В дальнейшем механизм предоставления этого статуса будет упрощен Вопрос будет решать не специальная межведомственная комиссия, а непосредственно Министерство обороны и силовые ведомства Об этом сообщил представитель Минобороны По его словам, в ведомстве сейчас активно работают над социальным обеспечением как военных, так и семей погибших В частности, 77 семьям, которые потеряли кормильцев, обещают предоставить жилье Вопросы жилищного обеспечения планируют более подробно прописать и в законодательстве В Одессе сегодня состоялось очередное заседание исполкома Одесского городского совета Среди множества вопросов, вынесенных на повестку дня, особняком стояло одобрение генерального плана города членами исполнительного комитета На заседании выступили начальник управления архитектурой и градостроительства Одесского горсовета Александр Голованов и главный инженер проекта Татьяна Несвид Они рассказали об этапах разработки генплана и осветили основные положения документа Проект генплана предусматривает строительство 10 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья, это примерно 150 тысяч новых квартир Деятельность архитекторов и строителей коснется полей орошения школьного аэродрома Шкодовой горы Кроме того, запланирована комплексная реконструкция районов с преимущественно ветхим жилым фондом Молдаванки, Бугаевки, Сахалинчика, Адмиральского проспекта Согласно генплану, Одесса будет развиваться как многофункциональный деловой и туристический региональный центр В структуре производственного комплекса в ближайшие 15-20 лет должна сократиться доля химической и нефтехимической промышленности, металлургии и металлообработки Зато вырастет доля производства стройматериалов Более чем в два раза увеличивается площадь зеленых насаждений За счет создания парков крупных в новых жилых районах Поджибейском и Аэропортовском Намечен гидропарк Курьянинский с возможным предоставлением ему статуса объекта природно-заповедного фонда Всерьез возьмутся и за транспортную инфраструктуру Правда разговоры о метро, скоростном трамвае и реконструкция аэропорта ведутся уже не первый год и пока остаются только разговорами Основные решения по транспортной инфраструктуре заключаются в создании системы магистрали непрерывного движения В местах пересечения магистральных улиц предусмотрены транспортные развязки в разных уровнях Внедрение внеуличного массового пассажирского транспорта, скоростной трамвай, метрополитен Намечена реконструкция аэропорта и строительство второго железнодорожного вокзала в районе улицы Столбовой Учитывая мировую практику, предлагается формирование подземного вокзального комплекса Изполком одобрил проект генплана, решающий слово за депутатами Продолжение эпопеи принятия генерального плана Одессы на завтрашней внеочередной сессии Гурсовета Участники 11-й конференции городской организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Представили проект программы партии и приняли в свои ряды новых членов А также обсудили текущие вопросы своей деятельности За ходом мероприятия наблюдала и наша съемочная группа Главная цель, которую ставят перед собой члены Украинской морской партии Достижение мира и согласие в стране Преодоление коррупции, построение эффективной экономики Которые обеспечат людям, живущим здесь, достаток и уверенность в завтрашнем дне В основе всего этого лежит консолидация общества Уверен лидер партии Сергей Кивалов Самое важное в этой программе И вы сегодня убедитесь Что мы хотим, чтобы консолидировать все общество Не только в Одессе, но и в целом в стране Проект программы партии состоит из 10 важных направлений Это децентрализация власти И ее подотчетность обществу, свобода слова и выбора языка Развитие системы образования и модернизация здравоохранения В ходе конференции лидер партии призвал обратить внимание На проблемы малообеспеченных граждан И вопросы, связанные с оказанием социальной помощи Мы создали несколько структурных подразделений По всем районам города В том числе и в области будем выезжать Для того, чтобы граждане, которые претендуют на эту социальную помощь Они имели возможность ее получить Потому что большая часть, если не абсолютное большинство Не знают, как получить ту социальную помощь Создан целый департамент в юридической клинике Национального университета юридической академии И там работает почти 50 человек Для того, чтобы оказывать реальную помощь гражданам По мнению участников конференции Реализация социально-экономических проектов программы партии Позволит не только улучшить экономическую ситуацию Но и повысить качество жизни в регионе Если мы все вместе, если мы сможем выполнить эту программу Будет хорошо всем И жителям, особенно нашей Одессы И, наконец, наше море увидит настоящую заботу о нем И о людях, которые на нем работают Программа родилась не где-то в кабинете Эта программа родилась в живом обсуждении С общественными организациями С простыми гражданами нашего города Которые выражали свои пожелания В том числе эта программа обсуждалась и в научных кругах И вы знаете, мы когда ставили перед собой партию Когда ставил Сергей Васильевич Когда обдумывал задачи нашей партии Мы ставили только перед собой те задачи Которые мы действительно верим в то, что мы можем выполнить В ходе конференции в ряды партии приняли новых членов Один из них – Максим Мельников Капитан суперсовременного пассажирского лайнера На пространстве СНГ всего два человека Которые управляют судами подобного класса Я надеюсь, что мы будем работать долго Подозборно на благо людей нашего города Чтобы всем было хорошо Я думаю, что вот та связь между ветеранами Средний возраст, вот такой, как Мельников И молодежь дает нам все основания Думать, что у нас в перспективе Мы сможем реализовать главный лозунг Нашей партии за морское могущество Участники конференции избрали также руководящий состав районных организаций Так и главой партийной организации в Киевском районе Одессы Стал Алексей Кисловский В этом году одесситы и гости города Встретят 1 апреля без юморины Но благодаря актерам комик-труппы Маски Праздник смеха и юмора все же состоится С 31 марта по 2 апреля Пройдет фестиваль клоунов и мимов Комедиада 2015 Смех спасет мир Именно под таким девизом в Одессе пройдет пятый Уже юбилейный фестиваль смеха и хорошего настроения комедиада Главное событие праздника состоится в 12 часов утра В доме клоунов Это будет важное для Одессы и для Украины в целом торжественное заседание В этот день, 1 апреля Мы делаем обращение в организацию объединенных наций О том, чтобы 1 апреля присвоить праздник Всемирный день клоунов Кроме конкурсантов, которые приедут на праздник со всех уголков Украины Одесса будет встречать зарубежных гостей Также к нам приезжают клоуны из Польши, из Германии Продюсеры приезжают из Соединенных Штатов Америки, из Австрии Много из Германии, опять-таки из Польши Украины и также у нас будут коллективы из России, из Сочи, из Москвы Уже по традиции, 1 апреля клоуны пройдут кавалькады по улицам Одессы Они будут останавливаться возле Дюка, мэрии, оперного театра и горсада Артисты масок уверены в том, что смех – это абсолютно незатратное лекарство Которое может излечить от всех недугов В рамках проекта «Клоун-доктор» 2 апреля пройдут две благотворительные акции Для детей-сирот и переселенцев из Луганской и Донецкой областей Клоуны сыграют спектакль «Клоун-шоу» Также участники комедиады покажут концерт «Нон-стоп-клоун» в Одесском военном госпитале Это очень важно, чтобы этот фестиваль прошел Чтобы сохранить этот баланс, иначе может в мире произойти что-то непоправимое Каждый день будет программа меняться И поэтому я обращаюсь к зрителям и ко всем желающим Что можно приходить и 31-го, и 1-го, и 2-го И это будут разные программы Ну то есть они будут чем-то похожи, но в целом будут разные То есть для любителей клоунады, для настоящих фанатов Все три дня будут уникальны И о погоде Завтра в Одессе солнечно, без осадков Температура воздуха плюс 2, плюс 7 градусов Оставайтесь с Академией Наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях В студии был Виктор Березовский Всего доброго